На повестке дня больше 20 вопросов по разным темам ЖКХ, образования, бюджет. На благоустройство дворовых территорий выделено больше 100 миллионов рублей, на реконструкцию детских садов около 110 миллионов рублей. Дополнительные средства выделены в связи с поступлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Другой важный вопрос касался подготовки школ и детских садов к новому учебному году. В этом году на ремонт образовательных учреждений направлено 119 миллионов рублей. Депутаты проголосовали за внесение изменений в генплан Рязани. Расширена зона городских кладбищ. Узаконена территория заправки на Московском шоссе и определена территория для строительства нового корпуса онкодиспансера. Также депутаты фракции «Единая Россия» вышли с инициативой о запрете розничной продажи алкоголя в жилых домах. И мы как член фракции все единогласно поддержали в рамках законодательной инициативы обращение к депутатам областной думы для создания областного закона, если это не противоречит действующему федеральному законодательству. Рязанской городской думой второго созыва за пять лет проведено 81 заседание. Было принято свыше двух с половиной тысяч решений. Уважаемые коллеги, считаю, что мы проявили себя достойно. Благодаря нашей с вами кропотливой работе развивается важнейшая отрасль экономики. Строятся новые объекты социальной сферы, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы. Рязань становится красивее и уютнее. Это результат совместной работы с губернатором Рязанской области, правительством Рязанской области, депутатами областной думы и городской администрации, прокуратурой и специалистами контрольно-счетной палаты города Рязани. Огромное им спасибо. Владислав Фролов пожелал удачи тем, кто ведет избирательную кампанию. Напомнил, что задача городской думы третьего созыва – оправдать надежды горожан. Выборы в городскую думу пройдут 9 сентября. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».